Необоснованное вмешательство в деятельность предпринимателей, представителей правоохранительных и других проверяющих госорганов, инициирование необоснованного досудебного производства, которое впоследствии закрывается ввиду отсутствия доказательств, переход от карательного отношения к защите бизнеса общества. Эти вопросы были обсуждены в преддверии возобновления с 1 июля этого года проверок бизнеса. Нам изначально важно, чтобы государственные контролирующие органы, их сегодня 16, плюс есть еще налоговая, плюс есть еще государственная таможенная служба, они проходят по таможенному и налоговому кодексу, у них есть функция проверки, чтобы вот эти государственные контролирующие органы узнали о мандате института бизнесмена, чтобы мы могли в будущем сотрудничать, чтобы не было недоразумений, когда нам придется вмешиваться, если будут жалобы на эти государственные контролирующие органы, и попробовать рассмотреть какие-то сложные проблемы на то, чтобы возможно создать рабочие группы, которые будут носить поправки в законодательство. Любые незаконные проверки, от которых страдают предприниматели, по словам Пономарева, в конечном итоге всегда отражаются на конечных потребителях, то есть на каждом гражданине страны. И государственные чиновники, и бизнесмены, и пенсионеры, и журналисты, все потребители, все потребители. Вот проверки должны быть нацелены на интересы потребителей, но при этом они должны быть таким образом сделаны, чтобы не было новых коррупционных рисков или старые коррупционные риски не перенеслись в новое пространство, поскольку эти коррупционные риски, они падают в себестоимость на товары или услуги, а за него потом платят потребители гражданин. Кроме института, бизнес-омбудсмены следить за законностью действий проверяющих госорганов будут в новом управлении по надзору за соблюдением прав предпринимателей, созданном в Генеральной прокуратуре. В любые случаи нарушения норм действующего законодательства или превышения полномочий будут фиксироваться и тщательно проверяться, заверили в аппарате президента. Все действия государственных проверяющих органов, они будут основываться только лишь на законе и на установленных законных процедурах. Не будет позволено проводить какие-либо проверки на основании каких-то домыслов или же желания руководителей этих государственных органов. Они будут осуществляться в рамках законно-установленных процедур. Напомним, с 2019 по 2022 годы в Кыргызстане действовал временный запрет на проверки госорганами субъектов предпринимательства. Новый перечень государственных контролирующих органов Джигулькукинеш утвердил в конце мая этого года. Блот Исаев Алмаз Нурмамбетов, Аллато 24.